Приветствую вас, и если одним словом назвать то, что с вами происходит, то это слово будет тревожность. Тревожность – это и есть смутное беспокойство, когда нет понимания того, что происходит с тобой, вроде бы всё как же, вроде бы всё по-прежнему, вроде бы всё привычно, но вот всё равно что-то беспокоит. И нужно понимать, что тревожность есть по своей сути знак того, что привычные модели, которые вы использовали ранее, перестали приносить пользу. Либо обстоятельства вокруг вас поменялись. Как правило, происходит и то, и то, но привычные всё же второе. Именно сперва меняются обстоятельства, как-то вот незаметно постепенно они это делают, а потом привычные модели поведения перестают приносить пользу. Собственно, ту пользу, которую вы привыкли получать от своих действий. И, соответственно, здесь нужно анализировать то, что произошло с вами три месяца назад, и какие у вас были впечатления тогда три месяца назад. То есть, так вот, если подумать, да, то сейчас декабрь, а сейчас где-то в октябре. Концент в сентябре, начало октября. С вами произошло что-то, а все заставы вас беспокоят. Либо это смутное ощущение того, что, вот, например, то, где вы учитесь, та специальность, на которой вы учитесь, или ваша, может быть, наличная у вас в фронте что-то происходит сейчас, такое вот, не очень хорошее. Проблемы с родителями тоже имеют место быть. Важно определить их значение во всей этой ситуации. То есть, либо это значение привычное, то есть, началось все с проблем с родителями, и тогда это, по сути дела, взросление, то есть, вам 18, относится к вам как к маленькой еще, скорее всего, родителей, а вы уже чувствуете себя взрослым и хотите не только чувствовать себя взрослым, но и быть взрослым. И вам по-детски кажется, что если вы добьетесь некого вот признания от брали родителей, признания того, что вы взрослые, ну, наверное, вы действительно станете взрослым. То есть, вы думаете, как, вы не раскрываете подробно, какие у вас проблемы с родителями, и почему вдруг перестали хорошо учиться, то есть, непонятно, что от чего произошло. То есть, либо вы начали плохо учиться, запала мотивация что-то отвлекает, и из-за этого начались проблемы с родителями. Либо, наоборот, начались проблемы с родителями, и из-за этого вы стали плохо учиться. То есть, тут вот еще нужно понять, что от чего. Может быть, вообще есть еще какой-то третий фактор, который вы не осознаете. То есть, по факту получается, что нужно проводить анализ. Анализ того, что с вами произошло вот три месяца назад. И анализ того, где у вас есть сейчас проблемы. А также, параллельно с этим, я бы пригласил бы вам, значит, действовать вот в каком направлении. Посмотреть, как вы себя оцениваете, посмотреть, как вы себя позиционируете, уверены ли вы в себе, знаете ли вы куда идете, знаете ли вы чего хотите, и, собственно, что вы желаете от окружающих людей. Это вот очень важный момент, на самом деле, потому что то, что вы испытываете сейчас, это, по сути, влечение. Вот у вас влечение. Вот это вот беспокойство, тревожность этого влечения. Влечение – это желание, которое не имеет представления в сторонах. Желаниями они становятся тогда, когда, собственно говоря, вы поймете зачитать, чего вы хотите. И мотивы. Вот бывает так, что человек пользуется своей деятельностью определенными мотивами. Мотивы, которые навязывают или просто приборносят, не обязательно навязывают, приборносят нам другие люди. В частности, ваши родители, например, могли смотивировать вас на то, чтобы вы учились там, где вы учитесь. Но это не мотив. Это мотивировка. Вот эта вот искусственная мотивация что-либо делать – это и есть мотивировка. Мотивировка не является настоящим мотивом. Мотивировка является то, что вам внушили, якобы это является мотивом. Тем более, возможно, в жизни происходит нечто иное, как переоценка того, ради чего, для чего вы делаете то или иное. И переоценка эта происходит именно с причетом того, что вы уже взрослый человек, и вы знаете, куда, к чему и зачем стремитесь. Вот по этим направлениям, по этим вопросам вам и нужно разбираться. По этим направлениям вам необходимо консультироваться с психологом для того, чтобы понять, что сейчас с вами происходит. Потому что, если с этим ничего не делать, то в будущем оно может быть, может дать достаточно серьезные негативные симптомы для вас. Также вы пишете о том, что вы хотите работать, вы хотите семью, и, соответственно, вопрос для чего? Зачем вам это нужно? Что вы хотите от этого получить? Что вы хотите получить от работы? Что вы хотите получить от семьи? Понимаете, если вы будете их ответить именно работать, то необходимо четко отдавать себе отсчет в том, что вы вкладываете в это понятие. Работать чтобы что? Чтобы реализовывать себя или чтобы зарабатывать деньги? Если зарабатывать деньги, то это хорошо, но этого мало. Если вы когда-то реализовываете себя, то это тоже хорошо, но этого тоже мало. Потому что нужна и реализация, и деньги. А найти такую работу, чтобы она давала и то, и другое, а то достаточно сложно. И вот это конфликт. Этот конфликт нужно как-то для себя решить. Не обязательно, что ваша реализация, реализация ваша, самореализация, будет связана именно с работой. Но окружающие люди, в частности ваши родители, скорее всего, это не примут. И к этому нужно быть готовы. Нужно вообще быть готовы к тому, что родители будут не принимать какие-то ваши решения уже как взрослого человека. И что это нормально, потому что для родителей вы остаетесь маленьким ребенком по-прежнему. Далее. Если мы говорим о семье, в которую вы хотите, то тоже вопрос. Для чего вы хотите семью? Семья это всегда образ определенных отношений. Семья это всегда определенный образ людей, которые составляют семью. И соответственно, если есть образ, значит есть и попытка заключить в рамке этого образа людей, которые вам встречаются. И здесь мы сталкиваемся с неприятием, с неприятием, точнее, по совпрощению людей, которые не соответствуют вашему образу. А значит, лишенные возможности рассыться перед вами и рассыть свой, так сказать, заряд, который направлен на то, чтобы стать вам близким человеком. Вот этот момент тоже необходима отдельно проработать. Если вы тут хотите получить от семьи, то нужно сразу пытаться достичь этого самостоятельно, потому что семья не должна вам ничего дать. Семья это естественная форма развития отношений, в которую вы вкладываете, но не в которую вы делаете что-то получить для себя. Это нужно понимать. И то именно вот в этих направлениях вам необходимо подумать самой, и если вам потребуется помощь, обратиться к психологу и провести ряд консультаций по данным вопросам. Я не думаю, что у вас что-то прямо очень серьезное, но нужно работать с этим сейчас, чтобы это не произносило страх в хроническое что-то, и чтобы не стало чем-то более значимым и более негативным для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.